Так, пошла запись. Продолжение следует. Ну, давайте начинаем. Сегодня будем рассматривать, какие ключевые понятия системы, процессы и потоки. Посмотрим, как исторически это тоже все развивалось и к чему предстоит сейчас. Начнем с самого фундаментального. Что такое процесс? Значит, ну, как бы есть некоторые определения, достаточно простые, не критивные, скажем так вот. Начиная с самого простого, это то, что это программа в состоянии выполнения. Это процесс. Либо это некоторый, скажем так, объект, который выполняется на процессоре. Как я уже сказал, это достаточно фундаментальное понятие операционных систем. Поэтому на нем, на самом деле, строится все остальное, что мы будем рассматривать. По сути своей, значит, все программное обеспечение на компьютере, который у нас работает под управлением операционной системы, и даже включая иногда саму операционную систему, организовано в виде множества процессов. Ну, и так же процессы позволяют, это такой минимальный примитив, который уже позволяет организовать некоторые много задач на себе. Итак, из чего состоит сам процесс? То есть начнем пока что из, вот, простого, значит, состоит непосредственно из самого исполняемого кода программы, ассоциированных с ним данных, и, соответственно, контекста, так называемого. Это та информация, которая не отходила операционной системе для управления этим процессом. Ну, как пример, что в этом контексте содержится, да, это, ну, самое простое, это номер процесса, это регистры, состояние регистра, ценность процесса, содержание стекла, указательные на него, и прочая информация, которая нужна для того, чтобы на самом деле переключаться между этими процессами, сохранять и восстанавливать это состояние. Таким образом, контекст процесса это основа для переключения процесса. Поэтому в самом простом случае операционная система ведет список процессов. То есть она организует в некотором роде этот список. Он может быть усложняться, он может быть самым простым, но вот в некотором самом примитивном понятии это именно список. Собственно говоря, по тому, что такой вот сам процесс, как его физически представить. Да, вот там вы запускаете любую программу, какой-нибудь там Microsoft Word, допустим, да, вот что физически собой представляет вот этот процесс. Значит, ну, вообще говоря, это выделенное место в памяти. Вот здесь вот можно посмотреть, как можно сказать, как это все располагается. Внизу у нас тут отмечен нулевой адрес, вверху максимальный, соответственно, на максимум расположен стэк, затем пуши, которые растут в противоположных направлениях, данные и сам код программы, в самом начале располагается. Важно понимать, что каждый процесс обладает своим виртуальным лазерским пространством. Поэтому вот здесь вот мы так и можем сказать, что здесь виртуальное лазерское пространство начинается с нуля и заканчивается неким максимумом, состоит из нескольких, как бы, сегментов, кода данных из тэта. Поэтому отсюда и следует первое понятие, что такое образ процесса, это выделенное место в памяти. Где оно физически располагается в памяти, мы даже пока не уточняем. Мы пока говорим вот исключительно о виртуальном адресе пространства. Так, вот, как я уже сказал, состоит из, если идти сверху вниз, то есть сегменты стэка, который используют для вызова функций и системы вызова. Сегмент данных, где хранятся различные переменные, статические, динамические, выделяемые, динамические выделяемые из кучи, то есть, ну, все-все-все, то, что нужно программе для работы. И сегмент кода. Собственно говоря, там, где расположен сам выполняемый код программы, который, ну, как правило, доступен только в режиме для чтения. Но мы еще поговорим о защите доступа к памяти и адресам пространства для процесса, но в данном случае мы пока это просто так, для информации не будем. Теперь, допустим, запуск одной и той же программы, да? Вот, допускаете вот тот же, там, Microsoft Word, два или три раза, там, открываются два или три документа, да? На самом деле, для всего этого, вот для каждого экземпляра этой программы, то есть процесс создается, вот все-все-все-все свое адресное пространство, включая в код программы, данные свои, какие-то уникальные, специфичные для этого процессы, или те же самые. Но все вот это важно понимать, что все это в памяти виртуального адресного пространства полностью изолировано. То есть у каждого процесса оно свое. Теперь, как этим всем управлять? Так же, цена системы, соответственно, ведет некоторый список процессов. Ну, чаще всего, это, естественно, таблица процесса. На каждый процесс приходится, соответственно, одна запись в этой табличке. Далее, для каждого процесса нужна некая структура данных, которая бы содержала в себе вот все то, что мы вот буквально пять минут назад сказали, там, то, что там должны быть некоторые, там, контекст, что-то еще, какие-то дополнительные информации о процессе. Вот все вот это вот в операционной системе хранится в таком вот универсальном определенном понятии, блок управления процессом. Вот я на него буду потом ссылаться многократно под именем PCB. То есть мы даже, наверное, не будем его так часто на русский язык переводить. То есть будем его так называть сокращением. Ну, он описывает, соответственно, этот блок управления, свой процесс, которому он принадлежит, и его текущее состояние. Ну, и еще есть такой поясник, как образ процесса, который мы вот только что тут видели, скажем так. По-английски это будет процесс image. Соответственно, это можно сказать, что это память, выделенный для процесса. Ну, пока это так, достаточно такое грубое определение, но мы потом все это уточним, и уже станет понятно. Просто чтобы были понятны те термины, которые используются до сих пор в операционных системах и до сих пор не распространены. Потому что это образ процесса. Вот теперь посмотрим, собственно говоря, блок управления процессом, так называемый PCB. он содержит, как я уже сказал, всю информацию, необходимую для того, чтобы сделать с этим процессом на самом деле все, что угодно. Приостановить его, выгрузить его на диск, загрузить его с диска опять, возобновить его работу после загрузки. И все, что с ним связано. То есть такая базовая информация, как номер процесса, информация от пользователя, который проводил этот процесс, впустил этот процесс, состояние процессора, то есть регистр, указатель степ, указатель инструкции внутри этого процесса. Также туда может включаться информация для планировщика, то есть приоритет, который угладает этот процесс, привилегий, каким-то доступ к памяти, допустимые инструкции и все, все, все прочее. Так, информация виртуальная, планировщика. Различная, как правило, учитывается статистическая информация, такая как там ограничение по временному выполнению, квоты разнообразные, затраченное им процессорное время. Все, вот, все на самом деле сохраняется. И многое можно посмотреть, интересного. Ну и, конечно, туда, там сохраняются данные, требуемые для организации ввода-вывода. То есть это те ресурсы, которыми в данный момент владеет этот процесс. Открытые файлы, выделенные ему устройства и все-все-все проще, что там может происходить уже в дебрях этого ввода-вывода. Такой вопрос. А этот PCB, он большой на практике? На практике он достаточно большой. А сколько он занимает? Ну, в реакторе. Лучше измерить, там, допустим, он может занимать даже несколько экранов описания структуры. Вот, скажем так, потому что туда накручиваем достаточно много. В килобайтах я сейчас, не говоря, не помню. Но я думал, он размер страницы укладывается. А, то есть он все-таки он постоянного размера, да? То есть во всех процессах он одинаковый? Да, он постоянного размера обязательно, да. Там просто включено множество структур, различных массивов и всего прочего. Но все они фиксированы длины, чтобы уже было точно отмерять. Там даже на одну статистику отводится очень большое, как бы, количество пространств. Но зато это позволяет судить там, сколько там, чего и как. Время было затрачено, сколько там, памятник у него, как там, рабочее множество, сколько, чего и как. То есть достаточно удобно, на самом деле. Но все это, наоборот, вот такие ключевые, ключевые вещи. Конечно, в принципе, не так и много, но, опять-таки, вот там, сохранить состояние всех регистров, и все проще. То есть это уже все вот так вот по чуть-чуть набирается уже на достаточно. А вот насчет владения ресурсами, то есть там, получается, ограничение на количество, да, ресурсов? Нет, там сделано в таком виде, что это указатель на еще одну структуру, которая там уже определяет, как связанный список и много-много всего остального. Но это уже, как бы, идет такая, больше накрученность, в плане того, как все это сделано живутся, потому что в данном таком минимальном понятии, да, это, другу говоря, там, небольшой какой-то список открытых файлов, допустим. говоря уже о продвинутых системах, там это будет достаточно много там, о памяти и о чем-то там нету информации. пара слов скажем о диспетчеризации. Вот это двухуправление процесса, в частности, нужно для того, чтобы собственно говоря, от его названия самого, происходит то, что с помощью него можно управлять этот процесс. Соответственно, диспетчеры используют этот двухуправление для того, чтобы соответственно каким-либо образом сохранить соответственно этот процесс, возобновить его для продвинутых выполнений. Соответственно, чем занимается этот диспетчер, так называемый? Он отправляет процессы на соответственно выполнение, то есть выделяет время с нейтрального процессора и переключает центральный процессор с одного процесса на другое. В любой момент времени любой процесс опять-таки может находиться в каком-либо состоянии, как минимум. То есть это ожидание ввода-вывода, выполнение, готовность к выполнению, выгруженную и еще можно придумать ряд дополнительных промежуточных состояний. Состояние нужно рассмотрим уже поподробнее в самом простом виде какие у нас могут быть состояния. Конечная цель любой операционной системы выполнить какую-либо работу, какую-либо задачу в ответ мы запрос пользуемся. Любой процесс проходит некоторое состояние, из которых можно выделить в принципе в самом простом варианте три самых простых состояния. Вот здесь можно их наблюдать. во-первых, самое первое это состояние выполнения. Пока что мы рассматриваем, что у нас процесс начинает работу непосредственно с выполнения. Дальше, что у него может быть? Если он сделал запрос на ввод вывода, то совершенно логично, что ввод вывод осуществляется с некоторой задержкой. То есть по определению устройства ввода вывода работают медленнее, чем работает центральный процесс. Значит всегда будет какое-то ожидание. И если у нас операционная система на момент ввода вывода затормозит все остальное и мы будем ждать каждое обращение к диску, к сети или к чему-либо еще, то у нас будет работа с такой операционной системой мягко говорим не очень комфортно. Хотя и на это такие случаи бывают и с той мною любимой операционной системой компании Microsoft они это подтормазывают. Не только в этом случае, но ладно. Ну это скажем так такие случаи исключительные они образуются не потому что что-то плохо реализовано. Потому что всегда виноват кто-то другой проект. Об этом мы как раз затронем уже в больших подробностях второй части культуры, когда мы будем уже рассматривать конкретную практическую реализацию, а не теоретическую подоснову. Но понимая теоретическую подоснову мы уже сможем подойти к тому моменту. Так вот предположим что любой процесс начинает свою жизнь с состояния выполнения. Дальше если он осуществляет запрос на вывод то соответственно у нас есть некоторые ожидания события то есть ожидания ввода ввода процесс в это время находится в заблокированном состоянии ему диспетчер не выделяет время центрального процессора потому что это бесполезно процесс не может делать какую-то работу пока не выполнится определенное событие далее соответственно когда произошел ввод вывод то есть событие произошло и процесс может что-то обработан то его состояние изменяется в состояние готовности важно отметить что здесь не переходит сразу в состояние выполнения понимаете да потому что в этот момент в тот момент как произошло событие может выполняться другой процесс и поэтому пока не будет выделено время вот этому диспетчеру он должен каким-то образом показать что он готов принять он уже готов дальше продолжить работу поэтому его состояние помечается как состояние готовности дальше диспетчер соответственно при очередном переключении увидит то что есть состояние готовности переключает его состояние выполнения и передает ему время центрального процесса то есть начинается непосредственно выполнения этот круг такой вот запутый значит еще один вариант как попасть в состояние готовности когда тот кусочек так называемый квант процессорного времени отведенный процесса на выполнение истекает то происходит так называемый тайм-ау и процесс возвращается обратно в состояние готовности диспетчеру это время передает управление следующим процессом то есть вот в этих вот достаточно трех простых орвалов можно пронаблюдать такую вот схему достаточно подробную со многими связями того как функционировать в самом простом случае диспетчер процесса операционной системы то есть здесь опять-таки наглядно видно что диспетчеру нужно как минимум в таком-то минимальном варианте знать о том что происходит допустим с вводом выводом как минимум а как максимум с общими событиями которые могут быть и вводом выводом и синхронизацией и чем угодно еще вот по этому есть какие-то вопросы то есть с этим все понятно а мы переходим далее тут у нас более продвинутые в адресе состояние процесса которые более приближены к реальности потому что понятное дело что это достаточно на самом деле просто и в каких-либо современных операционных системах вот этим тремя состоянием обойтись слоя поэтому вводят такую вот модель состояния из четыре из пяти состояния процесса возможных она уже гораздо более близка к тому что мы видим в любой из имеющих современных операционных систем и здесь жизненный цикл процесса может быть представлен так когда процесс только создается но еще не помещена операционная система в так называемый пул выполняемых процессов то есть структура PCB уже выделена создана и инициализирована но процесс на самом деле еще не загружен в память тогда он помещается просто как новый процесс то есть фактически у нас есть только PCB и пустое адресное пространство скажем так далее следующее если вот этот новый процесс принимается операционной системой то есть если там все все права доступа все 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 соблюдаются то процесс помещается в состоянии готовности то есть в тот момент процесс полностью готов к тому чтобы получить управление и начать непосредственно работу то есть у нас все загружено в память инициализированы все данные инициализирована куча процесса инициализирован степ все 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 загружено в память поэтому вот эти два состояния мы и различаем потому что они разные вот именно от одного до другого далее между вот этими двумя состояниями готовности выполнения и блокировки они в принципе полностью отражают вот все то предыдущее что я рассказывал вот они вот эти три просто у нас здесь добавляется еще дополнительное вот это слева состояние нового процесса и справа состояние уже завершенного ну соответственно про выполнение блокировки я уже только что подробно рассказывал ну и состояние завершения то что сделано для того чтобы процесс не сразу моментально как только он уже все закончил выполнение сразу нужно выполнить эту всю работу по удалению освобождению памяти и всему всему прочему а как правило тут может быть еще и закрытие его ресурсов используемых им допустим там вводы выводы там файлы и все и прочее вот поэтому вводится вот еще пятое состояние это завершение если процесс сигнализировал о том что он готов завершиться то соответственно он удаляется из полу выполняемых процессов помечается как завершение а далее уже диспетчер соответственно именем процессов если мы уже говорим о таком то будет удаляться и выполняться вся необходимая работа по очистке климат так называемых по вот этому есть какие-то вопросы почему так и что замечательно далее вот по тому как я сейчас рассказывал как вот это осуществляется планирование чуть более подробно рассмотрим исходя из того что мы посмотрели вот эти вот на самом деле эти три основных состояния процесса планировщиков нужно каким-то образом вот это все себе представлять какие процессы у него готовы какие у него заблокированы а какие соответственно сейчас а какой сейчас выполняется или какие сейчас выполняются если у нас несколько зачислительных ядер или у нас несколько процессов поэтому в самом простом варианте в операционной системе вводятся различные очереди или их можно назвать списками как угодно не только принципиально для планированных процессов и вот исходя из тех трех состояния и вводятся три соответствующего очереди значит очередь задач это множество всех процессов в системе которые только вообще есть да очередь готова процесс это множество всех процессов у которых в состоянии готовности к выполнению то есть им можно в любом момент дать процессов на время и они будут выполняться они не будут простая вот и очередь ожидающая то есть заблокирована в принципе два понятия равнозначных это множество всех заблокированных процессов и в процессе жизненного цикла эти процессы перемещаются между этими очередями значит ну в некотором условном виде можно сказать что вот это множество всех процессов в системе очень задач поэтому он соответственно исторически вот это программуется и называется task manager то есть менеджер задач поэтому который и отображает все вот эти процессы которые у нас здесь есть в системе мы здесь не можем видеть на самом деле кто из них в секунду по большому количеству раз они переключаются из готовых ожидающих и соответственно выполняющихся но вот в некотором приближении общий список всех задач можно видеть особенно если включить расширение данных можно наблюдать как на самом деле вот это все условно это таблица процессов идентификатор процессов PID который здесь есть и все но на самом деле я не включил вот так будет более полно вот как скажем так теория соотносится с практикой но об этом мы еще более подробно поговорим потому что если здесь внимательно посмотреть здесь можно первые два процесса они несколько специфичные а почему девяносто девять процентов процесса странного времени отжирает это ненормальная ситуация нет как раз в данном случае это вполне нормальная ситуация если посмотреть это систем айден процесс то есть вообще ненормально для какого процесса когда их обычно сортируешь там четыре пять да но вот вот это вот сумма всех значений в этой колонке должно быть сто процентов потому что иначе куда-то будет теряться нет только процессор простоя в большей части и вот этот простой и называется холостым временем на самом деле это изобретение если я не сомневаюсь у микрософта потому что физически организовать процесс как ничего процесс ничего не делая у вас медленно садиться до утру нет проблем у нас будет процесс который будет крутиться постоянно нет в линуксе то такого нету там топ выводишь там все процентов пять на самом деле зачем это было сделано вначале на заре когда еще управление питанием не было настолько развито оно действительно просто проставило но сейчас как раз во время вот этого простоя и осуществляется там всякий перевод процессора в режим энергосбережения и все остальное но на самом деле вот здесь показывается исключительно в том плане чтобы показать некоторую общность то есть простой это допустим там Windows NT там что просто цикл да крутился и все инструкция процессора хранит простой это останавливается здесь еще есть одна интересная штука я на самом деле думал что она вызовет мне больше интерес это вот это вот системный процесс а че он неожидает че нормально вот он вообще если посмотреть на его рабочее множество если я не ошибаюсь если это оно да ну вообще ситуация с тем как определить сколько памяти занимает процесс Windows это достаточно нетривиальная задача потому что если мы посмотрим сюда то у нас по памяти есть вот здесь целый ряд различных параметров поэтому в принципе достаточно просто нельзя сказать вот вот когда мы через наверное через одно или две лекции будем касаться управления памятью то я вот уже тогда как раз расскажу что там может быть рабочим множеством из чего он состоит и как но в данном случае касается исключительных процессов у Windows есть такое интересное отклонение то что у нас ядро представлено тоже как процесс с соответственно идентификатором четыре это наименьше который только возможно нулевой это вот системальный процесс не будем его считать и если не ошибаюсь в Linux ядро у нас не помещается как процесс в общем такие вот различия если мы в том же Linux берем PS Aus или сделаем Top то ядра как такового мы там не увидим нет ну ядро можно убить если на самом деле в банке мы увидим в банке мы увидим как нет мы можем увидеть этот первоначальный процесс который исследуется нет я сейчас как раз не представитель так вот возвращаемся возвращаемся к теории итак управление процессами как я уже говорил используется одна очередь готовых и одна очередь заблокированных процессов какие есть у этого недостатка у этого подхода в принципе как мы сейчас до этого поговорили все достаточно было гладко на бумаге и на экране так вот что же возникает проблема в том что если наступает какое-либо событие то есть все было хорошо когда у нас был пример с одним процессом который выполнялся и один процесс который был заблокирован операцией ввода-вывода но как правило у нас в системе только что я показывал аспензи там у нас было на два экрана процесса все из них практически выполняли операции ввода-вывода так вот если мы используем одну очередь заблокированных процессов и одну очередь готовых процессов то при наступлении какого-либо события все ожидающие этого события процессы можно переместить из заблокированных в очередь готовых соответственно нам нужно просмотреть все заблокированные процессы в этой очереди выбрать из них те которые ожидают именно того события, которое произошло, и после этого переместить их в очередь готовым. После того, как им будет уже диспетчеризовано время центрального процессора, и они будут выполняться. Это не совсем эффективный подход, скажем так, он может работать, но будет слишком много времени тратиться на то, чтобы каждый раз эту очередь перебирать по кругу, поэтому надо это как-то улучшить каким-то способом. Значит, наиболее логичное решение, это использовать, соответственно, вообще в идеале должно было быть так. К каждому событию должна соответствовать своя очередь заблокированных по этому событию. Тогда мы могли бы выбирать, выбираем события, видим список процессов, которые его ожидали, сразу их всех сюда перемещаем, и у нас все работает быстро и замечательно. Но на практике такое не очень возможно, поэтому, как правило, используются некоторые компромиссы. То есть используется, как правило, несколько очередей, но хотя бы по типу этих событий ожидаемых, чтобы как-то разбить эту нагрузку и не перебирать каждый раз весь этот список заблокированных процессов. С этим все понятно? Вопросы есть? Так, а все-таки, точнее, вот это, значит, события, вот какого типа событий? А события, ну, в самом простом случае, это ожидание ввода-вывода, допустим, как минимум. А как максимум, это может быть синхронизация, то есть когда процессом нужно получить доступ к какому-то новому ресурсу, да? Один из них не нужно ждать, пока второй с ним работает, как только второй освобождает, то первый... Ну, все эти, значит, заблокированные, они там, каждый один ждет, пока прочитается, там, такой-то там секта, да, надеюсь, что-то другое, То есть получается, что события, сейчас, как это сказать, загрузки данных, допустим, с диска, да, мы должны, в зависимости от того, что конкретно с диска считалось, включить тот или иной процесс, то есть, правильно? Ну, да, именно так, вот просто все это представляет примитивную, скажем так, синхронизацию событий, да, которые, там, события, там, можно считать, вот, когда считают, там, вот эти вот сектара диска, да, А другой процесс, да, ждет там считывание других сектара диска, и вот, когда завершилось, допустим, считывание, там, первой партии этих сектара, то второй процесс тревожит бессмысленно, ему нужны другие сектара. Поэтому, вот, хотелось бы, вот, в идеале это все распределить так, чтобы оно было прямо вот, вот так вот. Но, тогда у нас это очередь, тогда у нас количество вот этих вот очередей по каждому событию будет слишком большое. И поэтому, вот, как бы, на практике, конечно же, применяется компромисс. Такой линии. Ну, как бы, если с этим, тогда, я думаю, все здесь достаточно просто и понятно, а затем перейдем в реале. Уже к тому, как этот любой процесс у нас, собственно говоря, создается, как процесс физический вид. Итак, самыми первыми создаются процессы в момент загрузки системы. Значит, соответственно, когда происходит инициализация системы, то у нас создаются несколько исходных процессов. Вот, как раз, к тому, что буквально несколько минут назад затратили, то в операционных системах пластик берутся. Это, так называемые, процессы делами. Так называемые, background-процессы. Нулевой процесс с идентификатором 0, это у нас они, их можно увидеть имена, их можно увидеть непосредственно в выводе команды ps, даже в операционной системе Linux. Далее уже загружаются более высокоуровневые процессы. Там, допустим, например, это веб-сервер, там, email-сервер, что угодно еще. Ну, понятно, что это уже намного более высокоуровневое, чем, скажем, планировщик, там, или процессы инициализации системы. Вот. И тут как раз о чем я говорю. Само ядро, скажем так, ну, в операционной системе класса Linux, оно не является процессом. Мы его не увидим в качестве, как вот, там, kernel, там, процесс-идентификатор, там, 1 или 2. Вот в операционных системах класса MP, там ядро, это системный процесс. И он загружается в первом. Далее уже загружаются системы управления подсистемами XMSS и так далее уже пошел по древовидной структуре. Как можно здесь заметить, в Unix у нас процессы, идентификаторы процесса идут последовательно с превращением 1. В NT они у нас идут с превращением 4. Поэтому у нас системный процесс имеет идентификатор 4. А идентификатор 0 зарезервирован для систем idle процесса. Далее. Тут вот есть такая интересная особенность. Поэтому, пытаясь абстрагироваться, от реализации операционных систем все равно стоит заметить. Есть, так называемая, иерархия процессов. Исторически она была в операционных системах класса Unix. Поэтому там каждый процесс, вот мы, может быть, это... Да, это потом рассмотрим, но... В Unix каждый процесс имеет строгое родство. У него есть родительские процессы, у него могут быть дочерние процессы. Поэтому, например, приведем пример, что веб-сервер может порождать дочерний процесс, собственно говоря, для обработки каждого нового запроса. Ну, этот пример широко везде используется, но он хорош только исключительно, скажем так, в теории. Хотя это достаточно часто было реализовано и на практике. И поэтому мы и видим, что некоторые веб-сайты работали достаточно плохо. И дальше мы ответим на этот вопрос. Извините, пожалуйста, а такая ситуация, когда умирает родитель? Как убить детей потом? Ну, вообще говоря, ситуация нехорошая. Такое ведь бывает. Понятно, что когда млинит-то грохает, вообще всё перезагружается на нас? Нет, ну, на самом деле, это классическая ситуация, да, когда у вас есть некоторая иерархия, да, и взаимосвязь. И, как правило, здесь применяется подход, так называемый, реферанскаунтинг, да? А, в смысле, курсину пойдёт удалять? Да, нет. Вот если у любого, скажем так, родительского объекта есть дочерние объекты, которые всё ещё существуют, то при попытке удаления родительского процесса он, на самом деле, не удалится до тех пор, пока... А, то есть, когда умрёт последний ребенок, умрёт... Да, да, всё именно так. Ну, просто этот подход, на самом деле, вот в NT, он как бы возведён уже в разряд именно объектов, системы, то есть там любая, на самом деле, сущность представляется как объект. Это там процесс, поток, события, ресурсы, всё, что угодно, представляется как объект. И там вот эта иерархика представлена не в процессах, а именно вот в объектах. И вот есть именно так называемое понятие вот такого вот реферанскаунта, чтобы нам вот это вот всё считать.